Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Давайте по традиции проверим связь, как меня сейчас слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Слышно ли меня? Нужно ли прибавить звук, убавить? Добрый вечер всем! Добрый вечер! Ну что ж, друзья, продолжаем наши вебинары, серию вебинаров на тему пошаговой инструкции по управлению и ведению блога на WordPress. У нас последние несколько вебинаров частично не касаются вообще WordPress, да? То есть мы разбираемся с сервисами немножко. Вот, но это на пользу все идет, нам необходимо тоже, конечно же, уметь работать с сервисами, потому что большинство из них интегрированы с WordPress, и мы можем использовать контент из этих сервисов на блоге. Так, например, мы можем использовать загруженные видео с YouTube, загруженные видео с Vimeo, загруженные аудио с PodFM, которые мы рассмотрели в прошлом видео и так далее. На самом деле, такие большие файлы, как видео и аудио, лучше хранить на хостингах, на специальных, да? Их еще называют облачные, ну, сайты, допустим, даже мы сегодня будем смотреть, SoundCloud тоже переводится, кстати, как звук, облако звука, да? То есть это как бы специальное хранилище для аудиозаписей. Почему лучше всего хранить именно на хостингах отдельных, на бесплатных? Дело в том, что у нас хостинг тоже это мы платим, да, и мы платим за определенный объем, и если мы будем грузить туда большие файлы, то у нас место может быстро закончиться, и с нас потребуется еще больше денежек. Вот, чтобы этого не происходило, нам нужно как бы разгружать наш хостинг, и большие файлы размещать на других хостингах. Плюс еще, почему тоже вот выгоднее все-таки размещать на других хостингах, это связано еще с нагрузкой, да? То есть когда, допустим, человек открывает страницу, и делается много-много запросов к серверу, в том числе и картинки, там, к базе данных, тексты и так далее. И если, допустим, у нас также видео и аудио размещены тоже на хостинге, на нашем, да, то ссылка также ведет, запрос идет также на наш сервер. И чем больше запросов, тем больше нагрузка. То есть если мы хотим снизить нагрузку, то лучше вот такие вот файлы, медиафайлы хранить где-то отдельно. Ну, это не касается, может быть, картинок, хотя картинки некоторые, если, допустим, очень много картинок на сайте, то тоже рекомендую делать отдельно. Ну, я не думаю, что мы все пишем так уж очень много, и у нас много изображений, а вот видео и аудио лучше. На прошлом занятии мы рассмотрели сервис под FM, это российский сервис, очень удобный. И на самом деле, вот я уже два раза готовлюсь, два занятия делаю по аудио, и все больше влюбляюсь в подкастинг. Вы знаете, мне кажется, это такая идея здоровская. Я вот, допустим, сама подкасты не пишу, аудио не делаю, в основном все видео. И подкастинг здоровская на самом деле вещь, и мне кажется, кто вот любит вещать, говорить, свое радио сделать даже, очень классный сервис, вот именно SoundCloud. Сегодня мы его посмотрим. Может быть, не совсем подробно, как пользователь, нам все-таки главная цель разместить, а потом показать это на блоге, но кто заинтересован именно в таком виде блогинга, аудиоблогинг, да, или аудиоподкастинг, сделать свое собственное радио, то я считаю, вот этот сервис самый лучший именно для таких целей. Единственный минус, он на английском. На английском. Ну, мы сегодня основные моменты посмотрим. Также я нашла несколько статей в интернет, то есть, если вы заинтересуетесь, да, и захотите немножко больше изучить этот сервис, просто вот наберите в интернет по ключевым словам SoundCloud, как настроить или как пользоваться. И есть ребята на российском пространстве, блогеры, кто уже описывал подробно, как этим пользоваться, да, сервисом. Вот, ну, мы сегодня максимально посмотрим. Так, это я по поводу сегодняшнего, да. Перед тем, как я начну вебинар, слайды сейчас начнем переключать, хочу задать традиционный вопрос, есть ли кто-то, кто к нам пришел первый раз. Ну, заодно уже подтянулся немножко на рот. Поставьте, пожалуйста, минусики, чтобы я отличала от плюсиков предыдущих, кто пришел к нам первый раз, и кто не совсем знает, что тут у нас происходит. Я тогда буквально пару слов скажу, что это за тренинг, уже 31 занятие, к слову, да. Есть ли кто-то? Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Здорово, что вы присоединились. Тамара. Рада вас приветствовать. Вообще замечательно. У нас каждый раз вот на занятиях кто-то приходит, кто-то приходит новенький. Это здорово, мне очень приятно. Да, уроки у нас записываются, кстати, да. Уроки записываются и выкладываются на специальном ресурсе. Пока что это все бесплатно. Вот, вы можете посмотреть предыдущие занятия. Ресурсы все я дам в конце. Вот. Так, ну тогда буквально пару слов, что за мероприятие. Итак, пошаговые инструкции по управлению и ведению блога на WordPress. 31 занятие. Какого-то четкого плана на самом деле нет. Есть предварительный список тем, которые хотелось бы по этой теме обсудить, которые охватывают весь спектр ведения блога на WordPress. Не только ведение, как бы, как бы, публикация записи, аудио или видео, но еще и мы затрагиваем смежные темы. Ну, такие, как, например, сервисы рассматриваем, также рассматриваем технические вопросы. Вот, например, у нас было пару занятий по теме, допустим, что делать, как войти в админку, если вы, допустим, активировали плагин, и у вас белый лист, да, исчез, исчезла админка, и вы не можете в нее войти. Что нужно сделать на хостинге для этого, в базе данных и так далее. То есть бывают очень сложные темы, бывают простые, бывают совсем простые для новичков. К какому-то конкретному уровню мы не подстраиваемся, к какому-то конкретному уровню, да, то есть это могут быть очень простые для новичков темы и очень сложные. Также мы периодически затрагиваем тему HTML, редактирование, то есть, ну, каждый, по каждому уровню человек найдет для себя что-то здесь интересное и полезное. Вот, и почему мы стали делать эти вебинары? Прежде всего, рассчитаны они на, были созданы для пользователей шаблоном об Inspiration, то есть это шаблон, на котором делается профессиональный блог самостоятельно, то есть каждый, кто приобретает этот шаблон, самостоятельно настраивает профессиональный бизнес-блог, ну, или MLM-блог, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Вот, не обращаясь к специалистам, по ходу настройки вы изучаете массу всего, что касается технической стороны, вот, и вот как бы с введением блога у нас была всегда проблема, то есть большинство справлялись без проблем по видеоурокам и настраивали профессионально блог, а вот что делать дальше, как его ввести, всегда вот возникали сложности, и даже некоторые бросали блог из-за вот таких вот сложностей, поэтому мы решили восполнить этот пробел и специально для наших пользователей создать вот такой курс. Но мы его не закрываем для тех, у кого нет шаблона об Inspiration, и каждый желающий приходит, очень много, я знаю, у нас слушателей без шаблона об Inspiration, например, да, я знаю, что вот приходят, слушают и находят что-то полезное, потому что есть темы, которые касаются именно шаблона, но их не так много, в основном это вот общие темы, которые можно использовать в каждом, в любом шаблоне.